всем привет сегодня мы поговорим о русском протесте о том какие причины могут быть у того ощущение безнадёги которое много и многие из нас испытывают по поводу будущего россии по поводу нашего народа нашего государства я расскажу вам о том какие были успешные примеры как постепенно наше движение вообще протестное в россии росло мы не будем погружаться в пучины прям истории достеньки райзина хотя бывает что я слышал лекции такого типа у меня будет более скромная лекция и начнется она с диссидентского движения в ссср дело в том что западному человеку вообще трудно понять почему митинги в россии вообще в пост авторитарных или авторитарных странах это такая специфическая вещь потому что в развитой стране митинг является такой же обыденной вещью как и простое простые выборы простое голосование но в нашей стране до сих пор к митингам отношения особое оно стало изменяться только с перестройкой до этого были люди которые впервые вообще в ссср в абсолютно закрытой стране начали проводить какую-то отличную от власти повестку повестку которая стала быть замечен которые стали замечать и на которую власть стала реагировать итак мы начнем с 1960 года в 1960 году впервые у памятника маяковскому только что установленному стали проводиться публичные чтения публичные чтения стихов запрещенных авторов впервые люди собирались два раза в неделю несмотря на то что их разгоняли задерживали и читали стихи которые были запрещены у меня тут к сожалению аудиозапись почему-то в этом баре не играет вот вообще там есть еще классное стихотворение если интересно можете потом по и поискать именно чтение маяковского 1960 года и то что люди стали собираться возле памятника и читать стихи это на самом деле очень классно потому что именно с поэзии можно сказать в россии началось протестное движение люди объединялись каждую неделю и находили единомышленников и можно сказать что именно оттуда пошло такое явление как сам издат наверняка вы все знаете что такое сам издат да это подпольное подпольное издание литературы которая запрещена не пропускается через официальную государственную цензуру и вот она появляется 1960 и к 1965 она достигает уже достаточно солидных масштабов что его замечает государство и начинает с ним бороться 1965 году происходит достаточно знаковое событие арестовывают писателей синеявского и даниэля их арестовывают якобы за антисоветскую пропаганду в чем была история история достаточно интересная они не могли издаваться здесь в россии и поэтому писали литературу на запад где они издавались под псевдонимами так осталось неизвестным кто именно их сдал есть предположение что один из их друзей а есть даже безумная теория что сдала их цирру чтобы отвлечь собственный народ от того что от вьетнамской войны в общем это не столь важная история просто интересная но их задерживают и впервые в советском союзе проводится не согласованный ни с кем митинг митинг в поддержку этих писателей так называемый митинг гласности он проходит 5 декабря 1965 года 5 декабря достаточно знаковая дата она у нас еще всплывет потому что 5 декабря это был год советской конституции и люди собравшиеся там это было всего порядка 200 человек 200 человек на площади на которые как они рассказывают смотрела несколько тысяч человек с другой стороны дороги потому что боялись к ним подойти эти люди вышли с плакатами защищаете свою конституцию выполнять свою конституцию мы загласность мы загласный суд и прочие вещи которые были же записаны в советской конституции их задержали буквально через пять минут но отпустили отпустили несмотря на то что потом такой писатель михаил шолохов наверняка знаете тихий дон весь мир это произведение знает на съезде по моему или на собрании каком-то заявил примерно такое по по десяти молодчики с черной совестью памятные двадцатые годы тут часть цитат вырезана он еще говорил что тогда то не было уколовного кодекса где все строго разграничено ох не ту бы меру наказания получили бы эти оборотни а тут видите ли еще рассуждают о сровости приговора это вот он о писателях которые задержали посадили на 7 лет и 5 лет тюрьмы и в 1968 году люди которые собирались впервые у памятника пушкину они запустили сам издат и впервые выходит независимая сми в советском союзе сам издатовский бюллетень хроника текущих событий в котором впервые в советском союзе заявили о том что есть права человека о том что они себя представляют и как как государство их нарушает примечательно что этот бюллетень вышедший впервые был обнаружен во владивостоке вышел в москве был обнаружен во владивостоке уже через три дня то есть настолько настолько сеть уже раз была разве разве той что технология пережали все возможные вообще представления них да я забываю совершенно извините кликера нет забываю совершенно включать слайды это вот писатели это пушкинская площадь это велитень а я очень коротко на самом деле расскажу о десятинском движении просто важно для понимания с чего все начиналось потому что один из стезисов будет мой основан на том что динамика процесса существует вообще и так дальше происходит в чехословакии попытка реформ дубчика так называемая а попытка создать социализм человеческим лицом дубчик пытался внедрить свободу слова свободу собраний свободу переме передвижения и это были очень популярны на тот момент реформы которые сср а не поддержала и они ввели в чехословакию танки собственно сам дубчик и то что происходило в чехословакии советскими танками чехословакии конечно забыть до сих пор не могут потому что сср тогда просто подавила возможность либерализации целиком и полностью но что примечательно в этом почему я вообще об этом говорю потому что 25 августа 1968 года произошло еще одно знаковое событие которое осветили все сми на красную площадь вышло семь человек семь человек у которых был плакат за вашу и нашу свободу их задержали тоже буквально через пять минут задержали очень жестко многим дали сроки остальных распространять рассадили по психиатрическим клиникам но во первых об этой акции которая сейчас нам кажется ну не чем-то из из ряда вон выходящим написали просто все мировые сми а вторых чешская гадета литерине листии написала такие строки семь человек на красной площади это как минимум семь причин по которым мы никогда не сможем ненавидеть русских это я к тому вообще зачем зачем что-то делать в нашем направлении потому что вы каждый из вас кто выходит бороться за свободу бороться за правду это человек который представляет свою страну о котором который может изменить к ней отношения даже если вас 7 и вы были задержаны за пять минут следующий этап из которого вообще исходит процессное движение в россии постреволюционная это перестройка время когда заговорили о гласности к 1986 году а андрей сахаров стал своеобразным лидером протеста и вот он возвращается из ссылки горбачев в 1987 году говорит о гласности и демократизации а мне амнистировали большую часть политзаключенных но не всех 1998 году начинаются первые митинги регулярные на пушкинской за них уже перестают задерживать сразу и в 1989 году во время первого съезда народных депутатов в условиях гласности потому что за этим съездом после слов горбачева следили абсолютно все на митинг в лужниках впервые собирается огромное количество народу это около ста тысяч человек следующий важный этап для россии это 1991 год можно просто увидеть да нам кажется что у нас никогда не будет каких-то особых массовых митингов и что у нас вообще народ не тот но давайте посмотрим тут разные митинги первый митинг как видите просто по цветам да черный красный это митинг о недоверии борису ельцину он собрал тоже несколько сот тысяч человек впервые а второй митинг это митинг против применения военной силы советской армии в отношении литвы и третий самый крупный на данный момент вообще митинг в истории россии это 19 августа августа 1901 года когда около полумиллиона человек поддержали поддержали ельцина на улицах у меня вопрос в связи с этим действительно ли можно утверждать что у нас какой-то народ не тот часто это можно слышать часто люди этим оправдывают то что ничего в стране не происходит просто посмотрите можно ли людям на этих фотографиях сказать что они народ не тот можно в конце вопрос хорошо прям сейчас давай давай об этом в конце да поговорим теперь есть такой конкурс который проводится в разных странах называется слова года каждой стране его проводятся экспертный совет и там нет строгих ограничений потому как это слово подсчитывается но основная задача такова в одно слово выразить некий вербальный портрет общества за этот год и вот слово года в россии 2007 году словом года был гламур 2008 мировой кризис тогда грянул 2009 перезагрузка отношений соединенными штатами наверняка все помнят эту красную кнопку с надписью перегрузка вместо перезагрузка 2010 были пожары в москве жара и 2011 народ верил в то чтобы в стране будут происходить перемены все обсуждали реформу полиции там есть еще помимо основного слова какие-то там те которые заняли второе третье место вот обсуждали реформу полиции инновации и наград но параллельно еще был такой объект новояза это распил проект навального и в 2012 внезапно народ вообще вся страна стала говорить о болотной болотная это событие которое произошло самом конце 2011 года и 2012 год что да я путаю извините да хорошо сейчас сейчас и будет итак давайте обсудим вообще что было до болотной какая была динамика у митингов почему слова которые становились словами года они не становились чем-то знаковым и так до болотной 2004 году власть отменяет выборы губернаторов на фоне на фоне того что в украине происходит оранжевая революция это вы просто попытка предотвратить то чего российская власть опасалась больше всего революции они отменяют выборы губернаторов чтобы убрать популярных политиков городах которые потенциально могут поднять восстание или что-то подобное или пойти против они принимают законодательство которое изменяет наше проведение митингов это знаменитые 15 дней за которые надо сообщать власти о том что ты хочешь куда-то вообще выйти помитинговать и три дня ждать срока и в 2008 году происходит выбор медведева почему это важно я сейчас расскажу на примере того как проходили вообще протестные акции в эти годы и так что предпринимают граждане какова вообще активность гражданского общества за эти годы в 2005 году ситуация докатилась до того что 100 человек на митинге молодежного движения обороны было уже достижением но в 2006 году проходят крупнейшие марши несогласных которые были организованы Касьяновым они проходили с безумным просто пиаром с безумным количеством денег которые вкладывали в агитацию и все равно эти марши набирали 5000 человек параллельно появляется такая штука как русский марш русский марш оказался популярнее чем марши либеральная демократическая позиция русские марши набирали 10 тысяч человек но это число сильно не возрастало тем не менее то есть что мы видим здесь гражданское общество вообще перестало интересоваться всерьез политикой то есть ему нечего было обсудить все вроде как жили достаточно хорошо но что такое 5000 человек в рамках страны и тут грянуло болотное 5 декабря 2011 года сразу после выбора в госдуму вышло 15 тысяч человек 10 декабря уже 50 тысяч 24 декабря на проспекте сахарова собралось 100 тысяч человек что вообще предрекло это да а выборы впервые народ увидел как у них воруют выборы огромное количество наблюдателей было на участках государственную думу и вместе с лозунгом алексея навального большинство на людей не голосовала за единую россию голосую против единой россии голосую за любую партию такой был лозунг алексея навального который он продвигал это был наверное впервые случай когда оппозиция вообще объединилась потому что в этом митинге принимали участие и над националисты и левые и вообще все любые организации которые относились к власти негативно но объединение оппозиции привело к тому что лидеры лидеры собравшихся они по сути слили протест они решили довериться обещаниям властей и просто распустили митинг в обмен на обещание демократизации там что у нас будут пожалуйста не можно не перебивать давайте в конце сколько угодно а на обещание власти о том что у нас будут упрощенная регистрация партий о том что у нас будет упрощено законодательство о митингах том что у нас будут возвращены губернаторские выборы во все это поверили и власть во всех этих пунктах выполнила их только формально затем происходит и на грация путина на грация путина происходит у нас тут у меня есть даже видосик чтобы просто немножко в атмосфере побывали а а огромное количество людей вышло на улице и в принципе это был достаточно критичный момент когда народ и полицейские кордоны встретились лицом к лицу после столкновений с полицией власть впервые стала возбуждать в массовом порядке дела по 282 которая также у нас считается экстремистской статьей по сути эта статья за мысли преступления все обещания которые были даны до этого лидером оппозиции были не выполнены а этот митинг собрал уже меньше людей чем митинг на сахарова который собрал порядка ста тысяч человек и с тех пор начинается грустная история в которой с каждым годом количество людей на митингах сокращалось и многие начали впадать в апатию возвращаемся к нашему списку слово года в россии 2013 году госдума получает название бешеный принтер а словом года становится госдура 2014 происходит события связанные с крымом с войной на украине и словом года становится крым наш и в этом году очень-очень многие растеряли веру в то что вообще может произойти в россии еще что-то оппозиционное многие даже переметнулись на сторону того что власть все делает правильно и что теперь-то все будет по-другому и количество выходящих на митинги серьезно падает мы видим что следующее слово у нас беженцы то есть мнение общества достаточно внутренних проблем переключилась на беженцев на проблемы Европы просто естественно потому что у нас вроде бы все в порядке 2014 2015 год все равно отметились крупными митингами но 100 тысячный рекорд они побить уже не смогли вроде бы у нас прошел митинг против войны с украиной абсолютно согласованный на который пришло всего 40 тысяч человек а потом убили немцова убили немцова и на марш памяти бориса немцова пришло только 70 тысяч человек то есть несмотря на то что происходят достаточно громкие важные события количество людей на митингах сокращается но теперь немножко к позитивному наверное кому как итак 2019 году словом года становится протест и вы наверняка знаете почему потому что вот список только тех протестов которые произошли за один год в каждом из которых принимало по несколько тысяч человек многие из которых протянулись несколько дней а шиес протянулся несколько месяцев люди собирались чтобы бороться за свои права только в этом году произошло событий больше чем за несколько лет до этого так в чем же проблема вообще с российской оппозиции как исправить положение народ мы вроде разобрались у нас тот динамика есть то есть никакого постоянного снижения количества людей на митингах нет лидеры оппозиции есть протестное голосование есть недавние результаты умного голосования Навального это показали часто говорят что у нас не хватает именно объединения оппозиции и сейчас я хочу открыть небольшую дискуссию чтобы мы с кем-нибудь поспорили если кто-то готов я считаю что объединение оппозиции миф и утопия и принесет нам только вред а если оно и произойдет то произойдется совершенно естественно как это было на болотной кто-нибудь хочет поспорить на эту тему может это не миф и утопия но это реально может привести вред потому что люди с какими-то нехорошими принципами например с принципами которые оправдывают агрессию причем очень сильно оправдывают агрессию они скорее всего принесут вред понял еще какие-нибудь мнения есть да вы очень так аккуратно передергиваете вопросики вот объединение оппозиции объединение вокруг чего из какой церкви и на какой платформе оппозиционной вот все что вы рассказываете это взгляд с точки зрения элиберальных ценностей да, хорошо и вопрос с точки зрения элиберальных ценностей за либеральные ценности на стране образовалась либеральная власть которая за полтора года он увидел ситуацию вести из такого состояния что те же самые люди в таком же количестве полезли на стенку вы почему так аккуратно обошли а в чем в чем в чем в чем либеральная власть давайте разберемся в чем подождите подождите мне интересен ваш тезис о том что у нас сейчас либеральная власть в чем она либеральная в экономике подождите а вы знаете какие крупнейшие фирмы и что они все связаны у нас с государством вы не найдете ни одного крупного монополиста который не был бы связан с государством вот вспомните правительство Гайдара вот тоже сейчас Луан кем он бы при Гайдаре хорошо но это то что люди говорили тогда одно и то что они делают это разные вещи давайте тогда вернемся к теме хорошо давайте поспорим в конце да их слова и действия расходятся то что они считали и рассказывали что они либералы и их действия они расходятся хорошо по поводу объединения оппозиции вам есть что-то сказать кого есть что сказать вот например оппозиция вот например оппозиция мгновенно объединил в 93-м году против действующей власти мило результат нескольких тысяч человек убитых на улицах Москвы расстрелялись с танками с пулеметом вы почему-то обошли этот вопрос это все-таки нужно ли сейчас объединять оппозицию вокруг кого вокруг генеральных идей вокруг генеральных идей вокруг генеральных идей так надо ли надо ли нужно ли а потом вы ищете точку соприкосновения понимаете тут есть то есть надо ли вообще хорошо давайте 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 так спасибо спасибо за мнение все давайте потом в конце кто да я нашел ту самую ссылку по данным федеральной антимонопонии службы вклад государственной госкомпании в России вырос 35% в 2005 году для 70% вот это прекрасный пример вопросу о либерализме так это это прямо противоположная фигня один из основателей партии яблоко бессменный руководитель партии яблоко о партии яблоко мы можем еще поговорить как хочешь о партии яблоко можем еще поговорить давайте так кто вообще когда интересовался политикой считал что у нас нужно объединить оппозицию почему вы вообще разочаровались пожалуйста маленьким и глупым нет а почему ты изменил свое мнение когда изменил да да слушай наверное что-то кармашное мне просто третий десяток попер и просто начал разбираться лучше в политике вот и все ну нельзя скрестить нескрестимое спасибо еще у кого-то были такие да да ну я скажу что есть есть те цели которые выгодны в принципе всем это не какая-то абстрактная на мой взгляд цель типа мы объединяемся против путина именно например за то чтобы у нас были честные выборы например в каком-нибудь проекте по наблюдению за выборами. Тут действительно объединяться, это действительно выгодно всем, потому что это инструмент, которым мы все руководствуемся, у нас другого нет, как бы легального инструмента. А абстрактные цели, на мой взгляд, они все-все ищут к ним достижения разные. Поэтому, когда, не знаю, одни и другие объединяются в том, как добраться от точки А до точки Б, они получаются лебедь, рак и щука. И в итоге мы вообще рискуем просто получить вот ту же ситуацию, что произошло с Болотной, когда лидеры оппозиции, которые просто остались в тот момент, они просто, по сути, слили протест. Да, пожалуйста. Префразируя, например, выдвигаться тезисом, мы добьемся честных выборов, а уже когда мы добьемся, там, чипрой день честных выборов, мы будем конкулировать между собой и разделяться. Касательно, да, то есть как бы... Ну, смотри, вопрос в том, да, мы можем достигнуть честных выборов и идти, не знаю, общему оппозиционным блоком. Это хорошая идея, на твой взгляд, или нет? Сложно сказать. Ну, вот просто, если ты готов эту позицию ощутить, я готов с тобой поспорить. Потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, лучше сразу начинать спорить на выборах. То есть есть, например, такая популярная позиция, да, что Навальный вождист, что с ним невозможно строить коалиции. Вот есть кто считает так же? Нету. Но есть люди, которые... Есть. К нему не очень... Ну, не во всех аспектах есть доверие. А в каких нету? Ну, например. Ну, так с любым политиком, мне кажется, будет происходить, да. Ну, просто я сейчас выдвину тезис, что на самом деле явлинский вождист. Явлинский вождист. Потому что он за время своего возглавления Яблока, он выбил из Яблока столько уже лидеров других, которые могли его сменить, что это как раз говорит о том, что он вождист. В отличие от Навального, который просто создает собственную партию и не стесняется того, что он в ней главный лидер. А Яблоко должна строиться по-другому, да? Её нет пока партии. Будет партия? Ну, есть что-то похожее на партию. Есть штабы. Да, то есть мы смотрим на Явлинского, который вот сейчас у нас, получается, теперь ещё вылетел Кац. А до этого вылетел Шлозберг, который вообще непонятно, почему мог вылететь из Яблока. У него точно идеологических различий с Яблоком не было. Если у Навального ещё какие-то были, допустим. Так. В чем разница между Явлинским и Навальным? Только в том, что Явлинский более... А Явлинский, извините, он демократическую партию возглавляет. Там демократические принципы, на котором он должен быть избран. А он как-то на самом основании выбивает всех своих потенциальных конкурентов. Это всё-таки разные вещи. Одно дело, когда у вас партия, которая создаётся изначально в ваш диск, и другое дело у вас демократическая партия. Ну, тогда Явлинскому точно ничего не светит. Чем стал Навальный? Он что-то пришёл в классе. Итак, давайте после. Буквально один слайд остался. Буквально один слайд остался, которым я, в принципе, закрою именно лекционную часть, и дальше мы сможем с вами что-нибудь обсудить. Итак, мы посмотрели, что у нас, в принципе, для протеста всё есть. 2019 год, история совершила оборот, и вновь от болотной нам становится интересна внутренняя политика. Вновь нам перестаёт быть интересны Brexit, беженцы. Становится интересна реновация, новичок. И вот в 2019 году протест. Что будет в 2020 году, зависит только от нас. Всем спасибо большое. Надеюсь, было интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...